Давайте, что-то там кричат кто-то. Подождите, я сейчас посмотрю, что там есть. Чтобы не было так. Так, слушаю. Ну, вот на Пасху-то в храму Московской Патриотерапии, это что-то они говорят, что как-то экоммунизм, что они советуют как-то ходить, я не знаю. А кто это вам насоветовал? А я это, слушаю, митрополит Зосима, он зарубежной церкви принадлежит. Вот там вот есть ролик такой в интернете, он как-то там объяснял это. Ну, а почему нельзя-то, если там считается божественное? Причина должна быть показана. Где они неправильно поступают, не подражая им. Что говорят-то, Господь говорит, делайте, а по делам не поступайте. Вот так и поступай. Митрополит там сказал, должен объяснить, почему нельзя, если считается божественное. Евангелие считается. Христос приветствуется воскресше. У нас запрета нет, которые ближе к храму. Как они там, он секунду рукоположен, но он проверяет это, там вот есть ролики. И он принадлежит тоже к зарубежникам. Вот. И тоже как бы Афангелу там, вот. Вот Парти Жобли я смотрела, и вот это вот, и схеме-то вы засниму. Хорошо. Так, хорошо. Подожди. Ну, не пойдешь в храм. А чем будешь заниматься в это время? Ну, он говорит, почитайте, можно дома там пасхальный там канон или что-либо там. Конечно, можно дома. Но дома у тебя златоуз, говорит, не будет того пения ангелов, которое там. И Христос сказал, о чем, говорит, двое или трое попросить, а не один. Вот какое дело-то. Так что лучше вам не говорить больше никогда об этом. Сходи, встань в уголок и слушай, и молись. И за священника, за митрополита молись. Тебе истину Бог открыл? Не надмивайся. А то отнимет. Спаси, Христос. Да спаси, Христос, тебя надержат. Ты простая такая, ну, не залазь туда, куда тебя не просят. Так, вопросы? Значит, нету, я отхожу. Да, спасибо, Христос. Спасибо.